хэй ютубу хэй вк с вами был ревай да это у нас какой-то новый мод еще и как он не новый какого какого хрена и машина горит вала хирена то просто хирена короче ребят это у нас мод он очень старый он вышел еще в июне 2018 года то есть вы понимаете да сейчас 2019 уже сентябрь 2019 а этот мод вышел еще в июне 2018 это пиздец короче ребят ладно ребят мы с вами попробуем еще пройти не знаю будет ли это в одну серию месть уместиться вау даже если я вот эта фигня devil's creek мы чаще мы в какой-то церкви что ли так ну вот ребят мы и появились мы появились в каком-то мы появились какой-то сектантской церкви чего где мы вообще появились как бы церковь обычная церковь немножко по-другому выглядит если я не путаю вообще нет я не путаю на нем она по-другому выглядит вообще по другому даже не немножко очень по-другому это же похоже на какой-то сектантский дом не серьезно свечи здесь стоят хотя нет в принципе то свечи церковные так что хотя хрен его знает короче что галлюцинации значит рядом где-то сосед а теперь вопрос где сосед как много вопросов так мало ответов ладно там у нас закрыто что-то на карточку это неважно думаю хотя нет наоборот важно но пока что пока что это неважно так как у нас нет ни карточки у нас вообще нет ничего мы бомжи сюда пришли а вообще теперь на прожить другой вопрос а на кой тогда сюда в этот главный герой приезжал типа чё ему тут надо было не на полу серьезно а чё ему тут надо было оксуригорь куколь ключик от тук от кукольного домика пава херена не серьезно а чё ему тут надо мы же видели как он ехал 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 и потом появился какая-то огненная тень соседа и наш главный герой разбился начнение даже главный герой выжил а вот машины его нет машина его взорвалась киром собачьем но теперь у меня на пару раз другой вопрос зачем сюда ехал он что наш главный герой чё сатанец после именно главный герой в этом моде учился танец что ли потому что я не вижу смысла чем сюда ехал тем более ночью внимание ночью он зачем-то на ночь ехал хотя обычно в церковь идут не ночью либо вечером ну хотя бы уж вечером либо днем и либо утром но никак не ночью а он сюда ночью приперся сейчас сатанист что ли наш главный герой в этом моде сатанист что-то мне как-то не нравится тем более тут мишки стоят как-то это мне как-то не нравится то это обстановочка не серьезно ничего-то это прям вообще не нравится ребят наш главный герой какой-то сектант зачем сюда пришел ноги о кат-сценка понятно наш главный герой сектант все мы раскрыли тайну этого моду на главный герой сектант то что я не вижу зачем он сюда поехал когда тут короче я просто я не знаю как это объяснить вообще-то ном кого это но вряд ли петр построил этот дом нет то кажется что они петр из 2010 мне кажется что это сделал дима точнее дим он возможно димаам у а возможно это вообще какой-нибудь новый сосед в можем это к или митий михалыч или кириллович или ltGr или гошей и но хотя не кириллов такой вот гоши михалыч или Genau достаточно могли и либо дим он мне кажется что дим он почему-то я не знаю почему мне так кажется, потому что, ну, не знаю, сосед обычный, который Пётр, так никогда не делал, то есть не устроил какие-то сектантские церкви, он если и делал себе какие-то сектантские штучки в доме, то он это делал в своём доме. А это похоже на церковь, начнём, как сказать, на церковь. Не то, что похоже на церковь, а похоже на какую-то очень странную церковь. О, Бога. Кстати говоря, там Бога пронёсся, я видел. Ну, в этой катсцене. То есть, Бога живой. То есть, я его всё это время считал обычным манекеном, он всё это время был живым. Ебать, какие конспирологические теории насчёт этого мода можно строить? Стол, убираем, открываем. Нет, тут цвет не работает. Хотя, стоп, какой нахер цвет в церкви? Тут обычно эти свечки стоят, а не лампочки. Так, что я должен вообще сделать? Я должен найти ключ-карту, правильно? Правильно, чтобы открыть вот эту вот дверь. А когда я туда пройду, я не знаю, что там найду. Наверное, я найду там что-нибудь очень страшное. А может, не очень страшное. Я не знаю, что я там найду. Но видно что-то очень плохое. Потому что обычно такое случается. Hello Neighbor. Ну, не всегда, конечно, но обычно, опять же. Да, вот такие пироги. Так. Не, я на полном серьёзе, блядь. Я не знаю, где мне что искать. Знаете, это какая-то очень странная церковь. Так, тут в церкви находится и холодильник. И духовка. И вообще тут всё как-то не по-церковски. Это чё, какое-то логово сатанистов? Что это вообще такое? Это не похоже на дом. По крайней мере, мне так кажется. Вообще, это на самом деле не похоже на дом. Это похоже на какую-то заброшенную церковь. Я не знаю, на что это похоже, блядь. Я просто, я не понимаю, ребят. И где мне найти эту ключ-карту? И хотя бы ключ от комнаты, где находится ключ-карта. А, вот мне и ключ-карта. Но она заморожена, да. Понятно. Провод, провод. Бога, какого хуя? Ты чё, мне представление хочешь сделать? Так ты мне прямо так и скажи. Сюрприз уже нету времени делать. Уже говори как есть. Бога. Куда ты делся? И зачем тебе микрофон? Ты же разговаривать не умеешь. Да, возможно, ты умеешь двигаться. Хотя это, наверное, так и есть. Но разговаривать ты физически не можешь. У тебя же рта нету. Понимаю все эти духовные силы и всё такое. Но разговаривать ты не можешь. Ты же даже не аниматроник. Ты просто манекен. Да, в тебе могла вселиться какая-то душа. Но ты же разговаривать ты не можешь. Хоть что должно физике поддаваться, блядь. Даже духовные всякие штуки должны поддаваться хоть немножко. Хоть капельку поддаваться физике. О, рычаг. Так, вот это мне не нравится. Вот это меня пугает. Я не хочу отключать свет. Так, короче. Так, тут у нас на жёлтой крыши закрыта. Да? Да. Вот эта дверь. Она закрыта. А что там? Там стул, да? А как я должен проникнуть, чтобы стул оттуда убрать? Или я не должен вообще стул убирать? Что должен сделать вообще? Потайные ходы. Опять же, что они делают в церкви? Ладно, это уже, наверное, давно не церковь. Это уже давно какое-то заброшенное здание, где живут сатанисты и живые манекены. Короче говоря, живут всякие нечисти. И зыдние демоны, короче. Не, ну, судя по всему, в этом логере когда-то жили кто-то. Но, судя по всему, наверное, демон их всех взял и отпиздил. И сказал, типа, мол, валите отсюда. Мы тут с моим братюнем Богом поживем немножко. Они такие, окей, окей, побежали куда-нибудь там в другую церковь. А демоны и Бога тут обустроились. Бога тут летают, что-то выступление делают. А демон где-то сидит за мной, следит там за прихожанами. Три девятьсот шестьдесят пятый. Три девятьсот шестьдесят пятый. Ну, нихуя себе. Прикол. Вот это прикол. Вот, ключик валяется. Стоп, зеленый ключ, отлично. Короче, тысяч девятьсот шестьдесят пятый год. Для тех, кто не в курсе, в Альфе-1 события происходят, ну, не знаю, в году шестьдесят девятом примерно так. Да, вообще в шестьдесят девятом. То есть, стоп, это все... Стоп, нет. Это сообщение-то написано было в шестьдесят пятом году. Именно сообщение, внимание, сообщение. То есть, ну, наверное, события этого мода происходят, не знаю, ну, наверное, тоже в году шестьдесят девятом, ну, или в семидесятом году, ну, примерно так. А сообщение было написано в шестьдесят пятом. То есть, в смысле, то есть... Бога и Димон всех отсюда выкинули еще... Пять лет или четыре года назад. Да, ну, хотя это, в принципе, объясняет, почему они тут такую манханалию устроили. И да, пока разговаривал, нашел вот этот вот бирюзовый ключик. Офигенный. Ха-ха-ха. Так. А к чему он подходит? Собственно говоря. Не, серьезно, а к чему он подходит? Не, ну, вряд ли к... Навряд ли к этой, блядь. К... Штуке для ключ-карты. Навряд ли. Все-таки там нужна именно ключ-карта, а не обычный ключ. Правильно? Правильно. Ладно, ребята, мы с вами пока на этом закончим. С вами был я, я был 3-2. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok